Здравствуйте, дорогие друзья! Всех вас сердечно поздравляю с праздником Рождества Христова. В эфире передача «Просто о вере» я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Свершилось то событие, к которому мы готовились 40 дней рождественского поста. Сегодня во всех храмах были отслужены праздничные божественные литургии. Верю и надеюсь, что многие из тех, кто считают себя православными христианами и смотрят нас, были сегодня причастниками святых христовых тайн. Я вас с причастием поздравляю. Но сегодня в нашей студии гость, настоятель храма Святой Блаженной Матроны Московской, отец Дианисий Левин. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, батюшка! С праздником вас! С праздником с Рождеством Христовым! Спасибо, Господи! И сердечно вас поздравляю. Хотел бы вот как раз этому празднику, сегодняшнюю передачу и посвятить, поговорить об этом событии, которое произошло уже больше, чем 2000 лет назад, как оно перевернул действительно мир, как оно отозвалось в сердцах людей. Мы считаем свою эпоху от Рождества Христова действительно события вселенского, общечеловеческого и мирового масштаба. И, к сожалению, вот у нас в русской традиции нету особого приветствия в этот праздник, как на Пасху, да, на Пасху мы говорим «Христос воскресе», отвечаем «Воистину воскресе», а у сербов есть это приветствие «Христос все роди». Они поздравляют так друг друга, то есть Христос родился. И у людей во время этого поздравления, да, они встают перед лицом факта, и об этом факте они призваны подумать, поразмышлять, что действительно Христос, Господь Бог, тот самый абсолют миродержец, который все сотворил, воплотился и родился. И вот сегодня мне бы хотелось с вами поговорить именно об этом аспекте праздника Рождества, о воплощении и о рождении. Потому что круг вопросов, если не сказать, что практически вся догматика, которая у нас сформировалась где-то с 4 по 8 век, догматическое богословие, то, что у нас воплощено в символе веры, это, в общем, все касается Христа и его воплощения. Как он воплотился, как он воспринял человеческую природу, где грань между божественным и человеческим во Христе, где, что конкретно усвоил от человека, что конкретно усвоил от Бога, кто страдал на кресте, человек или Бог. Вот все, весь спектр вопросов, которые мы имеем в христианском веручении, он истекает из вот этого одного факта и момента, который мы сегодня празднуем. Факта рождения и воплощения. Ну и первый, конечно, вопрос, который бы мне хотелось вам адресовать, чтобы вы его как-то раскрыли для наших телезрителей, вообще зачем нужно было воплощение? Ведь, как мы знаем, Господь уже являлся до этого момента человеку. То есть он являлся Аврааму при Дубе Мамрийском, являлся Моисеем в Неополимой Купине, являлся длительный период времени в Ковчеге Завета евреям, которые молились в Скинии. А тут вот какой-то новый этап явления. Зачем нужно воплощение? Ну, вопрос очень многогранный, и его, наверное, сложность заключается в том, что можно, конечно, поговорить догматическими терминами, но, может быть, в полной мере этого делать не стоит. И, может быть, какие-то вещи попробовать объяснить более таким приземленным языком, хотя, конечно, это тоже сложновато. Ну, во-первых, это совершенно разные явления. Мы как-то в одной из наших передач говорили с вами о чудесах. Вот явление ветхозаветное больше стоит отнести к чуду. Я сейчас поясню, безусловно, рождение Христа — это несоизмеримое чудо, но... Но если он является, там, Моисеев в неопалимой купине, да, куст, который горит и не сгорает, то чудо — вот оно, он является его свидетелем. То здесь Христа многие не воспринимают как чудо. Мы помним, когда он приходит в свое Отечество и начинает там проповедовать, его не слушают и говорят, это же сын плотника. О чем он может нам сказать таком великом... Да еще из Назарета. Да еще из Назарета, да. И никакого чуда в его словах, никакой благодати, никакой благовести в его словах нет. То есть Христа далеко не все воспринимают как чудо, и мне кажется, в этом очень глубокий смысл, что он приходит именно как человек. Да, его рождение сопряжено с непорочным зачатием, его рождение сопряжено, да, элементарно сам факт рождения совершенно другой, не по-человечески, да, происходит это. Но, да, то, что мать остается девой, я это имею в виду, да, и до рождества, а после, что дева, она остается, это для человеческого понимания невозможно с точки зрения химии, с точки зрения биологии, медицины это невозможно, но это происходит. То есть, да, вот эти чудеса, они сопутствуют, но по большому счету в мир приходит человек, так как приходят миллионы других людей. И мать его так же кормит, так же прикладывает к груди, она так же о нем заботится, печется, воспитывает, он учится ремеслу, который делает его отец. И вот мне кажется, вот ключевое понимание, зачем нужно было Христу воплотиться, оно кроется именно в этом, что в мир пришел такой же человек, как и многие другие. За одним исключением. В этом человеке нет греха. Почему? Потому что его воля человеческая добровольно подчиняется воле божественной. Мы понимаем, что для спасения вот это и нужно, чтобы ты свою горделивую волю, свое эго, да, свое собственное миропонимание смирил и отдал волю Божию. Сказал Господи, не как я, но как ты хочешь. То, что в итоге потом он скажет во время моления о чаше. Когда вот это человеческое естество будет проявляться в нем. И, ну вот, по-простому я это так объяснял. Люди знали, что нужно свою волю подчинить воле божественной. Ну, наверное, знали. А на практике, как это сделать, не понимали. То есть была некая теория, но с точки зрения практики, вот, ведь самый первый грех, да, грех Адама. С точки зрения теории он все знал. Вот есть Бог, он к нему приходит каждый день, он с ним разговаривает. Вот Бог ему повелел это делать, а вот одно маленькое не делать. Но на практике Адам не справился с этим. Он не знал, как на практике исполнить волю Божью. И поэтому, выгнав Адама из рая, Господь сразу дает обетование, что придет Спаситель, который покажет, научит. То есть придет практик, который на практике покажет, как это, чтобы человеческая воля добровольно подчинилась воле божественной. И вот мне кажется, вот это вот самый такой глубокий смысл воплощения Христа, почему ему нужно было прийти именно в человеческом облике, именно родиться по-простому, как миллионы других людей, пройти искушение. Ведь Христос и голодал, он и плакал. То есть все человеческое было в нем. Только не было греха. Почему не было греха? Потому что воля человеческая не допускала себе возможности изменить воли божественной. Если бы она это допустила, грех был бы. Но тогда он бы не был бы Христом. Вот мне кажется, вот это очень важный момент. И еще очень интересный момент, который мне видится в этом во всем. Ну, во-первых, мне вспоминаются сразу фразы святого Киприана Карфагенского, который говорил, что не воспринято, то не уврачевано. Вот. Соответственно, чтобы уврачевать человеческую волю, в том числе, чтобы уврачевать человеческую природу во всех ее, во всей ее многоаспектности, да. Потому что наша природа — это не только хотеть есть, хотеть спать, вот, продолжать род там, да. И наша природа человеческая, она не исчерпывается только лишь набором каких-то инстинктов, которые мы периодически удовлетворяем. А все абсолютно в этой природе и священно, потому что это Богом создано. И все в этой природе требует уврачевания после грехопадения Адама и Евы. Но мне, что всегда нравится, и от чего я, собственно, радость невероятную испытываю, служа литургией или, в принципе, праздную этот праздник, есть ощущение, что я не просто, вот, как мы часто говорим, «Ну, Господь тебя любит». Вот, то есть тоже такое теоретизирование, фраза пластмассовая, за которой мало что стоит. Иногда стоит отсутствие каких-то аргументов для того, чтобы как-то утешить человека, который требует этого утешения. Но вот в праздник Рождества это ощущается на практике, что не просто даже любит, и не просто сходит там до третьего неба. Вот у мусульман есть праздник, ночь предопределения, где он сходит до третьего неба, если правоверный мусульманин будет истово молиться, Аллах сможет переписать его там судьбу и так далее. А он не просто до третьего неба сходит, он сходит прямо на землю, он испытывает абсолютно все то, весь тот внутренний и внешний прессинг, какой испытываем мы на себе, да, находясь между, как апостол Павел это выразил, чего хочу хорошего, того не делаю, чего плохого не хочу, то делаю постоянно. Вот этот прессинг искушения, прессинг внутренней борьбы, вот, он все на себе испытывает, все это прочувствует, и у нас с этого момента нету возможности апеллировать к небесам и сказать, ты, Господи, не знаешь, как нам тяжело. Да, вот она практика, вот она практика, да, то есть, да, да, вот, действительно, у Ветхого Завета, у Ветхого Завета человека это было, да, Господи, мы понимаем, что ты можешь явиться несгораемой купине, что ты можешь явиться в виде трех ангелов, потому что ты Бог, это все возможно, это чудо, ты можешь прийти с сонмом ангелов, да, как он Петру потом скажет, неужели думаешь, я не могу пригласить ангелов, чтобы они защитили меня, но не в этом смысл. Смысл в том, чтобы я показал, как на практике это все можно на самом деле сделать. у апостола Павла потом будет. Ну, конечно, он об этом, наверное, не о Христе скажет, больше о нас людях, но в смысле тот же. Будучи искушаемым, можешь искушаемой помощи. Да, то есть помочь. Если ты сам преодолел искушение, то ты будешь знать, как помочь искушаемым. Христос, конечно, знал это и до искушений, но вот на практике он показал это именно так. Преодолевая искушение, и каждый раз, встречая это искушение в своей жизни, человеческая воля Христа добровольно отказывалась от них в пользу воли божественной. И да, вот это великий смысл. Великий смысл практического научения человека. Вопрос еще вот такой, то есть уже немножечко так. Понятно, отойти от догматики. Сейчас мы можем действительно с вами начать тему очень сложную догматически, да, сложную даже в аппарате выражения этого всего, да, понятийного ряда. То есть когда начнем говорить о том способе совмещения человеческого и божественного и так далее. Но мне хотелось бы вот сегодня приблизить этот праздник максимально человеческому пониманию. Вот как человек, Христос, в чем нуждался? Вот ведь абсолютно мощное божественное начало поместило себя в хрупкую человеческую плоть. И опять-таки мы же сказали, что не только... Понятное дело, он нуждался и в еде, и в крови, и в пить. Ему было холодно. Вот. А в чем еще нуждался Христос по человечеству? Вот просто как вам кажется, когда вы читаете Евангелие, какой-то момент? Ну, я, если честно, всегда себе приводил именно эти... Ну и прихожанам, разговаривая, да, беседуя на евангельские темы, я приводил именно вот эти вот... Этот перечень. Есть, спать, да, там... То есть какие-то вещи, связанные больше с внешним, материальным. Но мы в Евангелии встречаем моменты, где речь заходит не только о материальном. Например, Христос плакал, когда увидел смерть Лазаря. И здесь он плакал и от того, что видел страдания людей, которые любили Лазаря, но и от того, что Лазарь был его другом. То есть, видимо, в этом была нужда. То есть, если человек не нуждается в каких-то чувствах любви или дружбы, или вот какого-то взаимопонимания или еще чего-то, то и слез не будет. Ну, будет какое-то сострадание на словах, но вот слезы — это же проявление внутреннего состояния человека. И вот для меня это такой очень важный момент, вот эти слезы Христа в повествовании о смерти Лазаря. То есть, вот что-то в его внутреннем мире проходило, и это было нужно, и было небезразлично ему самому. Ну и, соответственно, он нуждался в друзьях. Как любой человек, вот этот факт, он меня всегда тоже поражал. Ведь Христос мог прийти и быть таким отстраненным учителем, как говорится, да, человек начальствующий, он априори одинокое существо, да, то есть быть априори одиноким. Вот. Другой вопрос, что, может быть, его, это самого этого начальника, учителя и наставника не всегда радует, но он мог быть максимально отстраненным, но у него был круг приближенных людей. Вот этот вот Гефсиманский сад, да, вот. Чего требует Христос, когда просит бодрствовать вместе с ним? То есть он как человек нуждался в участии, он нуждался в помощи, он нуждался в том, чтобы встали под его крест, он нуждался в том, чтобы вот это плечо, которое рядом, на которое можно было бы опереться, да, за которое иногда, как мы видим, получается, и Христу тоже хотелось спрятаться. Вот. Оно было рядом. То есть Христос по человечеству нуждается в дружбе. А вот такой вопрос уж, коли тогда он зашел о дружбе, почему у Христа есть приближенные друзья, которых он с собой все время берет, там три апостола, да, Петр, Иаков и Иоанн, есть, ну, не совсем близкие друзья? Для меня всегда это был сложный вопрос. Я до конца ответ на него, честно, не знаю. То есть не знаю, честно, почему именно так происходит. Я думаю, что здесь нельзя все отнести только к человеческому. То есть если мы просто сведем к тому, что этих он любил больше, вот как мы бываем, да, там есть близкие друзья, с которыми ты можешь обо всем поговорить, как говорится, да, есть те, кто вроде бы очень хороший знакомый, кого ты тоже любишь, но вот всего себя открывать им не станешь. Возможно, этот момент присутствовал в общении Христа с этими тремя апостолами, но нельзя все списывать только на него. Я с вами согласен. То есть это вот есть какой-то еще внутренний духовный момент, во-первых, внутренний духовный мир самих апостолов. Они, конечно, очень сильно отличаются от других. Они все апостолы разные, но эти в особенности. То есть про Петра абсолютно все толкователи Евангелия говорят, что это апостол действия, который, в принципе, не мог спокойно смотреть на происходящее. И если мы видим, то да, то есть Христос идет по воде, апостол кричит, я пойду к тебе. Христос стоит воскресший, готовит рыбу на огне. Петру говорят, это Христос, и он бросает корабль, прыгает в воду и гребет к нему вперед. Там есть причем такая ремарка, ведь тоже интересно в этом Евангелии, что корабль находился буквально... Недалеко, да, то есть надобности вот этого делать вообще никакой не было, да. Христос говорит, значит, помою ноги. Апостол говорит, не сделаешь этого никогда, но услышав, что без этого не войдешь в ответ, говорит, мой меня всего тогда. Да, то есть вот и вопрос с отречением тоже. Ну, никто же Петра, тоже может, простите за резкость, не тянул за язык говорить, что я никогда не предам тебя. Вот, может быть, не сказал бы, может, и не было бы этого предательства. Но Христос, вот, на его действия откликается. Ну, правильно ли я понимаю, что здесь вопрос в устроении сердца? Да, да, то есть я к чему все это, да, длинное такое вот это вот мое отступление, что именно, безусловно, эти апостолы выделяются. Петр выделяется действием, а евангелист Иоанн выделяется, видимо, складом своего мышления, потому что мы читаем Евангелие, и три Евангелия – это совершенно одна калька, а евангелист Иоанн Богослов пишет совершенно по-другому. И он же любимый ученик Христа. То есть, видимо, вот его устроение, его сердце и его ума, оно тоже нуждалось в такой близости к Христу. Вот, может быть, в этом тоже кроется ответ. То есть сердца этих апостолов нуждались в такой близости к Христу. Они нуждались, чтобы видеть, они нуждались, чтобы вот постоянно получать, может быть, какую-то подпитку вот своей вере. Не стану говорить, что они бы там, да, разуверились, если бы не получали постоянно подпитку, но, может быть, они были готовы к большему, чем просто следовать за Христом и слышать то, что слышали все. Потому что даже момент с преображением, Христос говорит им, остальным не рассказывайте, даже апостолам. То есть, вот, может быть, они были готовы к большему, и их сердца, и души, и головы. Что еще по человечеству было свойственно Христу? Ну, мы с вами... Из-за этого какие-то немощи? Немощи, ведь мы же говорим не только какая-то некая греховная немощь. Нет, ну, во-первых, физическая немощь бывала. То есть Христос, мы помним, например, утомленный уснул на носу корабля, когда их застигла буря. И он так устал, видимо, что не просыпался даже от волны, от страха апостольского. Потом только они подошли к нему и растолкали, его разбудили. Мы помним, как он падал под тяжестью креста. То есть, воспринимать Христа, как некого физически способного на все, нельзя. То есть, он падал под тяжестью, он жаждал, да, когда был распинаем на кресте. Ну, и это вот, если говорить о немощах физических, они были... И он, как Господь, находится в нескольких местах одновременно. Да. То есть, он вошел в пространство трехмерное, в пространство времени. И абсолютно его не искажал, если об этом так говорить. То есть, если мы, например, вспомним уже проповедь апостольскую, то там было и перенесение на облаках, и внезапное исчезновение, и после воскресения своего Христос уже начинает и сквозь закрытыми дверями являться, да. То есть, вот это вот явление внезапное, когда он жил вот эти вот, вот этот вот срок на земле до своего воскресения, он абсолютно не изменял происходящего, ну, вот за исключением каких-то чудес, которые, в принципе, были видимы. То есть, это вот хождение по водам, да, и какие-то чудеса, которые он совершал. То есть, какое-то вот было, но, в принципе, да, то есть, не было такого, что Христос был и здесь, и там, не было такого, что Христос внезапно и сейчас здесь, там, появился, как потом это будет случаться с апостолами, такого не было. Вот. Ну, еще, о чем я хотел сказать, мы как-то с вами в одной из передач это затрагивали. Христос испытывал возмущение и гнев. Вот эти чувства, они в нем были, мы помним, торговцы в храме, да, мы как-то в передаче с вами это затрагивали. Вот, мы помним и другие, вы как-то говорили о проклятии Споковницы, то есть, вот какие-то, может быть, это тоже было показательно, но, тем не менее, эти факты нельзя отрицать. Они были в биографии Христа, когда он жил на земле. И гнев, и скорбь, и тоску, и одиночество. И одиночество, безусловно, особенно после предательства апостолов. Ну, фактически, это одновременно означало, что он нуждался в единомышленниках, он хотел, чтобы отозвалась проповедь всецело, так как он, то есть, все те смыслы, которые он вкладывал, чтобы они были услышаны, увидены, прочувствованы. Вот. Испытывал боль, как физическую, так и душевную, так и духовную в том числе. И вот у нас остается прям совсем немного времени, если очень так, если возможно на этот вопрос кратко ответить, почему Христос ни разу на протяжении всего Евангелия не называет себя Сыном Божьим, то есть, его либо так называют ученики, либо его так называют бесы из бесноватого человека, а сам он себя на протяжении всего Евангельского постового не называет Сыном Человеческим. Вот это, причем у отца Александра Мене есть книга, к которой он, ну, то есть, фактически, переложение Евангелия на более такой поэтический язык, назвал он ее тоже Сын Человеческий. Вот. Что за образ такой, Сын Человеческий? Я думаю, на этот вопрос кратко ответить не удастся. То есть, это отдельная, очень сложная тема, потому что сказать так в двух словах, что это было понятно людям своего времени, ну, это ни о чем не сказать. Да, это было понятно, а почему это было понятно? Это отдельная, очень сложная тема, поэтому я даже, может быть, сейчас не стану ее так глубоко затрагивать, потому что у нашего с вами коллеги целая книга об этом написана. И сейчас было бы дерзновенно, конечно, об этом в двух словах говорить. Да, этот образ был понятен еврейскому народу. Но он взят из книги пророка Даниила, вот, и там было конкретное видение, что приходит один царь на таких-то ногах, приходит второй царь на таких-то ногах, выходит там из пучины царь, там, и так далее. А есть Сын Человеческий, который сходит с неба. И вот когда, здесь же тоже очень важный момент, когда Христос употребляет этот термин, он ведь говорит на языке контекста культуры, вот, еврейской, употребил это слово, и у нас с вами, ну, там, у большинства из нас, да, коды не срабатывают. А у него очень четко, у людей его слушающих четко срабатывали, ага, это отсылка к пророку Даниилу, что это некий Сын Человеческий, сходящий, Мессия, сходящий с небес. У нас совсем мало времени, очень хочется закончить вот эту тему. Мы как-то с вами говорили о Иерусалимском храме. И тоже ведь очень важный момент, что из себя представлял храм времен Христа. Это было не просто место разбойников, да, как Христос это обличил во время изгнания торгующих. А вот то слово, которое переведено у нас как разбойник, оно на самом деле переводится с греческого очень точно как мятежники. Мятежники, потому что в Иерусалимский храм не заходили римские воины, солдаты. Они туда выходить не могли, и, соответственно, планы о свержении царя или о свержении оккупанта можно было бы проводить, собственно говоря, в храме Иерусалимском. И вот Христос приходит и говорит, что в том числе, что я не тот царь, я Сын Человеческий, исходящий с неба. Вот. На этом, наверное. Это отсылка к тому, что не того царя ждали. Что не того царя ждали. То есть Христос пытается, видимо, показать, что, как и в другой своей проповеди, что они его не за того принимают. Он не тот, кто на коне, с мятежниками спасет их от римского владычества. Спасибо, отец Дионисий. Вот так вот, к сожалению, прерываясь, потому что радость рождественская нас переполняет с отцом Дионисием. Мы прощаемся с вами. Празднуйте приход царя царствующих и Господа господствующих. Празднуйте приход в мир Бога, близкого человека, человеку и любящего его до бесконечности. Храни всех вас Господь. С праздником, родные. Редактор субтитров А.Семкин